Здравствуйте! Я в прямом эфире на своём же канале, канале Натальи Разумовской. И сегодня мы будем говорить о том, что обозначает приметы. Все прекрасно знаете, что если кошка, чёрная кошка, перебежала вам дорогу, то вы там будете креститься, молиться и говорить, ой, Боже, чтобы это меня не коснулось. Хотя и есть здесь те слова, которые нужно будет прочитать. Но сегодня я не об этом. Мы говорим о том, есть ли висят иконы на стене. Висят уже давно. И вот ни с того, ни с сего икона падает. Это тоже плохая примета. Для того, чтобы ничего не случилось, нужно определённые слова прочитать. Раньше все-все эти слова знали. Буквально все, потому что воспитывались и бабушками, которые расскажут, и мамами, которые расскажут, потому что книг особо не было, компьютером не было, и как узнать, что оно там, почему происходит. И поэтому все знали, делали, и таких страшных событий почти ни с кем не случались. Потому что икона и картина, картина в том числе, будь то икона, будь то простая картина, которая висит у вас на стене, и она падает ни с того, ни с сего. Я понимаю, можно немножечко подумать, что ничего страшного, когда ты идёшь и плечом задел эту картину, или как-то каким-то образом пыль вытирала, и она у тебя упала. И то на всякий случай, вы знаете, я бы всё равно читала эти слова. Кто его знает? Чего ты туда полезла, эту пыль вытирать, и в результате упала картина. Ну, в общем, такие случаи, которые потом приведут к несчастью. Зачем? Никому ничего не надо. Если у вас упала картина, или упала икона, вам тут же икону нужно взять в руки, или картину нужно взять в руки, и при этом, поэтому должна у вас быть такая тетрадочка, в которой будет написано, что нужно в таких случаях делать. Вот записывайте те приметы. Я вам дам ещё следующие передачи про чёрную кошку. Если перешла чёрная кошка дорогу, не зря. Вы думаете, что наши предки не знали, что случается после этого? Наверное, неоднократно это всё подтверждалось, и поэтому лучше прочитать, чем не прочитать, а потом жалеть об этом. Что нужно прочитать? Упала икона, вы подошли, её подняли. Вы смотрите на лик иконе, и первое, что вы делаете, вы читаете слова для Николая Угодника. Вы не читаете выше, вы читаете именно Николаю Угоднику такие слова. «Николай Угодник Божий, помощник Божий, ты и в поле, ты и в доме, в пути и в дороге, на небесах и на земле заступись и сохрани от всякого зла». Прочитали вы это слова? При этом икону держите ликом к себе. «Но я так ещё могу погладить, знаете, пыль типа вытерла, потому что раз она упала, то запылённая». «Но так вот, знаете, с нежностью к этой иконе отношусь». Прочитали эти слова, но вы должны эту молитву закрыть. И тогда уже читаются такие слова. «Сие слово есть утверждение и укрепление. Им же утверждается и замыкается. И ничем, ни воздухом, ни бурею, ни водою дело не отмыкается». Вы должны обязательно эту молитву закрыть, потому что если вы только прочитаете молитву, это тоже хорошо. Это тоже хорошо. Но я как мастер, я знаю, что любую, даже молитву, нужно её закрыть, чтобы никто не мог порушить то, что вы сказали. «Сначала вы обращаетесь к Николаю Угоднику, и потом этими словами вы свою работу закрываете». И слышите слова, которые я говорю? «Ничем, ни воздухом, ни бурею, ни водою дело сие не отмыкается». Всё. То, что случилось, никакого предсказания больше не будет в этом плане. Ничего с вами не случится. Посмотрите, что, почему упало. Если цела верёвочка, на какой висит эта икона, если на верёвочке, если гвоздик, ну, проверьте всё основательно, проверьте. Если всё целое, всё на месте, то я вам даю сто процентов. Это был знак. Бывает, даже верёвочка рвётся. И человек говорит, Наталья Васильевна, «Да там такая верёвка у меня крепкая, что её руками разорвать невозможно». Я, говорит, когда вешал эту икону, я пробовал, тянул её, ну, для того, чтобы же не порвалась. Заранее уже хотел предусмотреть, чтобы ничего не случилось. Говорит, руками рвал, её не порвёшь. А туда, говорит, ни с того, ни с сего, просто разорвалась верёвочка. Поэтому, когда вешаете иконы, старайтесь, чтобы всё было крепенько и всё было хорошо. Но я вам ещё одно скажу. Если она не хочет упасть, если она не хочет вас предупредить о какой-то беде, я вам говорю, сто процентов она не упадёт. Она может висеть на таком маленьком гвоздике, и в этой иконочке маленькая дырочка для того, чтобы на этот гвоздик повесить эту икону. И она будет у вас висеть сто лет, и ничего с ней не случится. То предупреждение, которое она хочет сделать, если ничего не сделать, ну, произойдёт. Никто не хочет себе беды, своей семье, своим детям. Поэтому не пугайтесь. Для этого у вас должны быть скорые молитвы. Вот если чёрная кошка там перешла, если птица в окно ударила, это тоже плохой знак. И если упала картина или икона. Но икона пострашнее, честно, я вам скажу, по моему опыту. Картина то такое. И то это знак. Но если падает икона, это уже серьёзный знак. Поэтому будьте внимательны, берегите себя. Вот-вот скоро я завтра, наверное, сделаем с вами. Всё-таки зима идёт. Уже мы не будем делать летних платьичках. Не будем менять их почаще. Нужно будет сделать нам всё-таки охранные булавочки. Самое простое, что нужно сделать, то, что может сделать каждый человек. Я не буду с вами говорить о том, что мастер будет делать. Это дело мастера. И это серьёзная работа. Если у вас не получается самому защититься, то, понятно, вы пойдёте к мастеру. Но всегда нужно делать то, что ты можешь сам. Не нужно никого ждать. Есть булавочки, которые специальный заговор делаются. И я одеваю там где-то на платье, на подол. Я одеваю где-то в карманчик. И она остаётся у меня там. Следить надо за ними. Потому что что мы сделаем? Мы будем читать специальную молитву. И у булавочки есть такое, знаете, окошечко, дырочка такая, которую нужно заливать воском от свечи. И тогда булавочка включается в работу и охраняет вас от всяких-всяких взглядов, нехороших, от всяких посылов, пожеланий. Потому что вы же знаете, время какое-то. Все же, конечно, вас любят. Только вы отвернётесь, и сразу начинается обсуждение вас с ног до головы. Какая ты? Как ты? Почему ты так? Что ты? Загордилась. Ну, вы знаете, что я буду вам долго рассказывать и морочить вам голову. Вы поняли. Всё это я вам напишу под видео. Если у вас что-то не получается, или вы что-то не понимаете, может, слово какое-то или чего не поняли, то, пожалуйста, заходите. Там пишут комментарии. Я комментарии читаю. И обязательно отвечу на ваш вопрос, если у вас чего-то не получается. Не бойтесь. Всё у вас получится. Вы, главное, запишите в тетрадку. Я всегда вас прошу. Не пишите все, допустим, ритуалы, которые я вам даю. Это можно в интернете найти, что-то такое. А вот то, что крайне необходимо, потому что пока ты будешь в интернете искать, да найдёшь то, не то. За эти слова я ручаюсь 100%. Мастер знает те ритуалы, которые дают стопроцентный результат. Вы начнёте читать, может быть, это просто литература будет, а не заговор и не ритуал. Поэтому не делайте ошибки. В таких случаях птица в окно упала икона и перебежала чёрная кошка. Работа должна быть срочная, немедленная. Вот сразу. Только это случилось, сказала и сразу отвела беду. Всё. Значит, нужно эти три ритуала как-то выучить. Ну, молитву Николаю, я думаю, можно выучить. А те слова, которыми закрываешь, ну, напишите в телефоне. Я знаю где-нибудь там, чтобы у вас было, чтобы вы немедленно могли открыть эту страничку и прочитать, обезопасить себя, а не только себя, а свою семью, самое главное, своих детей. Потому что икона, её действие, когда она падает, распространяется на всю семью. Неизвестно, кому из семьи она что-то предвещает. Знаете, это только, ну, я могу, конечно, сказать, но если падает икона, будем общаться и смотреть, почему. Тоже надо узнать, понимаете? Потому что, ну, повесите вы, ну, укрепите вы гвоздик, ну, ниточку такую другую там. Но нужно знать, почему. Почему это произошло. Может, надо что-то поменять. Может, дом почистить. Может, то привести какой-то порядок, чтобы больше никогда эта икона не упала. Чего я вам желаю. Пусть так и будет всегда. Далеко не уходите. Следующая передача. Предсказания на пять карт. Как всегда, в 19.00. Я с вами. И мы будем с вами разбирать ваши проблемы. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на мой ТикТок. Там очень интересно. И будем вместе бороться со злом. Куда деваться нам? Вы же мои подруги. Я надеюсь, во всяком случае. Ну, раз подписчики, значит и подруги. Удачи вам. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok